Эта программа говорит губерния. Есть области, в которых я не понимаю ничего и ориентируюсь на мнение своих знакомых, которым я доверяю. Так вот, они мне рассказали, что наш сегодняшний гость, ну, один из самых лучших бизнес-спикеров, ну, как я их называю, коучи, да? Ну, не только ты, это в принципе так называется. Да, это Максим, подпольная кличка Комбат Батарев, менеджер, бизнес-спикер, обладатель званий коммерческий директора года, менеджер года, бизнес-автор года, бизнес-спикер года, бизнес-тренер года. Ничего не перепутал. Здравствуйте. Здравствуйте. Комбат, это как бы прозвище командир батальона, да? Ну, в общем, да. Это было очень давно, еще, наверное, лет 15 назад, когда я первый раз руководителем стал. И так как я человек военный, началось ставить какие-то порядки в отделы продаж тогда, в свои. И меня просто прозвали сотрудники комбата. Я их бойцами, а не комбатом. И как-то прилипла эта история, и вот уже столько лет. Кстати, я заметил, что среди успешных предпринимателей довольно много бывших военных. Хотя, казалось бы, профессия прямо противоположная, как так получается? Ну, я, честно говоря, думаю, что немного. Вот я, учитывая своих сослуживцев, однокурсников. И знаете, кого много? Те, кто вовремя ушел из армии. Вовремя это как? Ну, пока не засосало, потому что когда ты начинаешь уже привыкать, когда все решения за тебя принимаются, ты полностью обеспечен ресурсами, ты сам почти инициативу никакую не проявляешь. И если, наверное, какой-то есть критический период, когда человек больше 10 лет прослужил, он уже почти не в состоянии, ну, опять же, это исключительно мое субъективное мнение, не в состоянии быть таким самостоятельным по жизни. Поэтому армия засасывает. Хорошо, а тогда с позиции руководителя, бывшие военные в качестве подчиненных, потому что я слышал, что, ну, по крайней мере, в органах государственной, муниципальной власти, они очень ценятся, потому что задача поставлена, работа проведена, как принято говорить. А в бизнесе так это или нет? Ну, не знаю, на позициях там зама, начальника отдела, может быть. Те люди, которые служили, если они качественные, потому что далеко не все офицеры, они несут офицерские принципы к себе, честно говоря. Особенно те, кто в 90-е годы служил и видел, как там с армией поступали. Ну, вот, военные умеют хорошо подчиняться, это плюс. То есть они могут быть хорошими исполнителями. Если человек занимал какие-то высокие офицерские должности, безусловно, является там хорошим организатором в своем деле, может. Но есть особенности, потому что армия все-таки это закрытая система. Ну, особо некуда бежать, и ты не имеешь права там не выполнять приказы, указы, распоряжения. Если мы говорим про коммерческие какие-то компании, когда это открытая система, куда можно сбежать на рынок труда, если ты там будешь давить на своих сотрудников, люди просто разбегутся от тебя. Вот, и это, наверное, самое основное отличие закрытой и открытой системы. То есть сейчас с давлением ты ничего не добьешься, если ты будешь управлением. Если вы видели начало нашей программы, мы сегодня обсуждаем инициативу Министерства культуры России бороться с культом эгоизма, который насаждается нам западным мышлением. Якобы насаждается. Да. Но я теоретически относительно согласен. Я вижу, что действительно в русской культуре как бы не было культа, ну не эгоизма, скорее индивидуализма, который свойственен западной культуре. И мне кажется, собственно, и поэтому мы еще не на такой степени комического развития, что нас этого не хватало. Слушай, Слав, у нас всегда были хуторские вот эти все истории, но это абсолютно эгоистичная история. Почему ты говоришь не свойственно? Всегда у нас было общинно-хуторское хозяйство. Ну давай специалисты отпустим. Вы согласны, что для того, чтобы быть богатым, это высокое искусство, надо быть эгоистом? Нет. Нет? Нет. Ну, мне кажется, что все-таки, ну, такой вопрос, про нем можно рассуждать. Не знаю даже, сколько у нас времени есть с вами в эфире. Очень много. Мн. 15 есть. Я пропагандирую отдавание, наоборот. Да? Да, да, отдавание. Даже вот моя цель в аудитории основная – это руководители, управленцы. И когда руководители или предприниматели, да, они создают там продукты для того, чтобы улучшить вокруг себя, там, мир клиентов своих сделать лучше, когда они намеренно выращивают сотрудников, вкладывают туда свои силы, энергию, куски сердца отрывают и так далее, то им потом это возвращается. Возвращается. И, ну, опять же, там, наверное, эпоха, когда надо грести все под себя и обогащаться, которая в 90-х годах была, но она давно уже тоже… Эти логики, вижу, и философии не работают. Я вижу, что чем больше руководителей там работают над обучением сотрудников, там, построение корпоративной культуры светлое, честные продукты делают, там, по-настоящему хотят сделать мир клиентов своих лучше, вот, к ним это возвращается. И людей сейчас сложно обмануть. Люди не дураки. Опять же, открытое пространство, интернет, все везде есть. И когда кто-то один недовольный чувствует, что на тебе обогатились, это очень быстро все распространяется. Вот, и я думаю, что путь, если мы говорим, к богатству, как вы сказали, ну, или там, нам, к успеху, он лежит через задавание, в первую очередь. Я согласен с философией. По-разному можно говорить. Стоицизм, там, пассионарность, которую Гумилев придумал в свое время, да, то, что там, все-таки, там, конструктивно несогласны люди, которые меняют мир вокруг себя через какое-то созидание. Вот, это более близкая к нам история, чем индивидуализм, там, эгоизм, там, грести все под себя. Но, мне кажется, что если мы говорим про объединение русских людей, ну, это такая, она сложная тема, она всегда на противопостоянии чего-то идет. Противопоставление чему-то, то есть, мы можем объединяться против чего-то. Ну, давайте поговорим про ваших лекциях. Вы, вернее, как это, мастер-классы, да, вы приехали в Хабаровск прочитать мастер-классы, тема его, это менеджмент... Менеджмент в эпоху перемен называется. В эпоху перемен, но, ну, не секрет, что люди приходят к вам, чтобы стать богатыми, да? Нет. Ну, хорошо, стать успешными. Ну, да, давайте. Вы им что советуете? Я рассказываю про свой опыт, в первую очередь. То есть, что я делаю, когда кризис наступает? Например, вот если конкретно вот этой программой говорить, мастер-класс менеджментов по эпоху перемен, как я действую, и если это работает, я потом это просто делю своим опытом и рассказываю. Слушайте, мы, по-моему, пару лет, наверное, вот в сплошной эпохе перемен живем, я имею в виду пандемию. Да, и для этого тоже. Есть какие-то вот наработанные ходы, как вот бороться с теми вызовами, которые коронавирусом принес? Если мы говорим про вот это вот сумасшедшие последние два года, в которых мы живем, да, там одно из главных правил, я для себя выработал, называется реагирование важнее, чем про активность. То есть, если мы раньше смотрели, там, или сейчас можно говорить о том, что крупные предприниматели смотрят в область метавселенных сейчас каких-то, которые развиваются, искусственный интеллект и так далее, то, наверное, если мы говорим про малый и средний бизнес, ну, такие вот обычных предпринимателей, да, или там управленцев, то чем быстрее, по сути, мы отреагируем на изменения вот этой внешней среды, любое, это может быть курс рубля-доллара, там, какой-то новый закон вышел у нас, да, там, самоизоляция, пандемия и так далее, чем быстрее отреагируем, тем больше клиентов просто к нам перетечет. И вот я, и сейчас реагировать важнее, чем думать даже о трендах каких-то, которые впереди. А насколько резкой может быть такая реакция? Или все-таки резких движений нужно избегать? Очень резко должно быть. Очень резко? Очень резко, да. Ты можешь ошибиться, безусловно, но нажать надо на все кнопки, когда вот что-то сильно очень меняется, и какая-то из них обязательно сработает. Есть люди, ну, посмотрите, мы даже возьмем там любых там предпринимателей, они же, сейчас очень много ушло с рынка, там, больше миллиона предприятий закрылось, кто-то там в самозанятые переобулся быстро, ну, опять же, потому что такая возможность появилась и так далее. Есть люди, которые знают точно, как работает их модель, вот, но когда время меняется, их модель перестает работать. Ну, допустим, кто-то давлением решает вопрос, вот бывшие военные, про которых мы говорим. То есть, с чего мы начали. Начинает давить еще больше, там надо работать больше, выгорают, людей, команду свою сжигают и так далее. Кто-то достаточно гибко начинает смотреть, что происходит там на Западе, не знаю, смотрит за тем, как в его же сферах развивается там или не развивается бизнес. Но таких очень мало людей. Вы знаете, я недавно читал, что вот за последний год вот очень рванули вверх блогеры, тиктокеры, то есть, они там вот зарабатывают деньги быстрее, чем даже там Илон Маск и Билл Гейтс, да? То есть, возможно, это вообще универсальный выход, хотите быстро заработать деньги, создавайте какие-то свои блоги. Я прямо не знаю. Ну, есть такой тренд, безусловно, но мне кажется, сейчас уже настолько перебор с людьми с этими, да, то что… Ну, все, наверное, не могут быть блогерами. Ну, как и все… Успешными блогерами. Ну, как и все не могут быть классными телеведущими, да? Вот, собственно говоря. Вопрос в том, какое вот классное. Отвращение у людей. Потому что вот в интернете оно все по-другому. Вот самые богатые, востребованные, вот с точки зрения, как бы, профессиональной журналистики, они вообще никакие. Просто дети, говорящие глупости. А вот выстреливает, кто-то смотрит. Мне кажется, самое важное, наверное, найти… Ну, опять же, это адаптивность, да, это гибкость, то есть, подрастает следующее поколение. Вот мы с вами, примерно, ровесники, подрастает поколение следующее, которое мыслит по-другому, у них другие потребности, у них другие мотивы, они хотят быстрых, там, успешных успехов, там. Они не понимают, что такое труд и дисциплина, они не выросли на Гагарине, там, или Рокке, вот, героев, которые… Ну, показан был путь, да, я не видел, действительно, там, какого-то блогера, которого никто не знал, ему, там, за полтора месяца, раз, там, миллион подписчиков. Какую-то гадость делал, стал известным и знаменитым, вот, но я тоже далек от этого, честно говоря. Мне тоже некоторые миры эти непонятны, и я даже иногда чувствую, что я, там, состариваюсь со своими некими консервативными… Хорошо, а если говорить о более понятных мирах, ну, так или иначе, как вы сами сказали, мы живем уже, ну, вот, совсем в другом мире, по вашим оценкам, в перспективе мы все уйдем в офлайн, я имею в виду и традиционные виды бизнеса, как-то, там, не знаю, поставка товаров какие-то. Услуги на расстоянии, ой, в онлайн, да, прошу прощения, оговорился. Или все-таки будет сохранен некий баланс между, вот, реальной жизнью и той, что у нас в телефоне. Ну, я, к сожалению, думаю, что будет перекос в сторону онлайна идти. Все-таки, все-таки вот сюда. Все больше и больше, да. Ну, и опять же, там, если смотреть за тем, что великие миры всего говорят, типа, там, Билла Гейтса, Цукерберга, всяких и так далее, Южная Корея вообще, как нацпроект сейчас метавселенную создает, вот, буквально они недавно об этом заявили, что хотят быть лидером этой области, что, ну, а сейчас, ну, за два года люди привыкли сидеть дома уже, и когда им создают еще мир, при котором можно будет вообще не выходить из дома. Ну, значит, очередная тогда, получается, эпоха перемен, вот, как здесь бизнесу, вот, нашему рядовому, провинциальному, даже, если хотите, вот, как, пытаться сориентироваться и выжить. Я помню, 5 лет назад считалось, что самый верный способ, вот, заработать быстро деньги, это торговать продуктами. Вот, что это, вот, самый верный, а сейчас говорят, вот, сейчас самый верный способ, это выйти на Вальберис. Вот, вот, Озон, Вальберис, вот эти площадки, агрегаторы, магазины, все туда бегут, ну, по крайней мере, в Москве, да, предприниматели выставятся на Вальберисов как можно скорее. Что делать? Ну, вот, как вы сказали, вот, Вальберис или Озону к агрегаторам идти, это некий универсальный рецепт? Или пытаться, не знаю, свои, может, платформы какие-то на местном уровне создавать? Ну, свои, наверное, если мы говорим про малый и средний бизнес, то свои, наверное, у нас не хватит ресурсов просто создать. Поэтому надо пользоваться теми ресурсами, которые уже созданы. И это один из вариантов оффлайн переводить в онлайн. Есть у меня очень много знакомых предпринимателей, у которых сетевые структуры, магазины в оффлайне, там, в 50 городах и так далее. И вот по итогам года сейчас, который был, 21 прошел, вот, один из них сказал, что мне розница выросла на 0%, а онлайн продажи на 400. На 400, поэтому я решил там в некоторых городах магазины сворачивать. Ну, если люди пошли... Не оставлять такую складскую историю, куда приходит заказ, логистическую. Да, ну, к сожалению, так. А теперь самое главное. Если кто-то сейчас захочет стать предпринимателем, ну, допустим, такой же военный, как вы, бывший, он захочет быть вот сам себе хозяин, да, еще при этом обеспечивать семью. Сейчас вообще подходит для этого время? А если подходит, то в какой области? В любой. То есть ты можешь делать что угодно, даже пирожки делать. Просто у тебя должна быть добавленная стоимость. Вот. А если ты понимаешь, в чем ты будешь лучше... У нас просто в России, смотрите, такая низкоконкурентная среда, что достаточно что-то одно делать лучше, чем другие. Ну, допустим, доставлять пирожки горячими. Вот. Если ты там логистику выстроил таким образом, в Хабаровске, да, что люди будут знать точно, что если они у тебя закажут, то это им придут им горячими, то значит, ты уже будешь потихоньку отжирать, условно, там, часть рынка у своих, там, конкурентов и так далее, и так далее. Ты можешь продавать цветы. Все что угодно ты можешь делать. Только чтобы свежие были, да? Ну, в чем-то лучше, допустим, я не знаю, там, к цветам, ну, мне очень сложно сейчас про цветочный бизнес говорить, потому что я не в нем, я просто такой пример метафорный привел, ну, можно даже подписку, допустим, придумать на цветочную, да, если какой-то местный человек, очень любящий свою женщину, хочет, чтобы каждый день там был свежий букет цветов, и ты такой сервис ему предоставил, подписочный, вот, ну, почему нет, надо пробовать. Если есть запрос на развитие у людей, ну, то есть они готовы услышать и крутить головой по сторонам, смотреть, что в этом мире происходит, почитывать, опять же, там, тренды, которые, там, уже развиваются на Западе, потому что они к нам все равно все приходят, вот, если есть, ну, ты, в общем, в любую нишу можешь зайти, и у тебя все будет нормально. Я вот, вы знаете, еще хотел к одному из пунктов вашего мастер-класса вернуться, ну, если я правильно посмотрел, там, вот, одна из составляющих, как смягчить сопротивление персонала, ну, вот, как раз, если идет разговор о переменах, о том, что из себя надо менять, ну, имеется в виду свой бизнес, при этом мы с вами говорили, что давить нельзя, как мы понимаем, персонал, он всегда любит посопротивляться, ну, и как смягчить нематериальные методы мотивации, ну, наверное, это хорошо, ну, до определенного предела. Как быть, денег-то уже нет, если время перемен. Ну, почему нет? Есть бизнес, который хорошо. Ну, их в оперативном управлении меньше, наверное, чем какие-то более спокойные. Ну, в некоторых нишах, да, в кинотеатрах, допустим, да, ну, понятно, что там. Ну, мне кажется, это вот самая вот сейчас пострадавшая отрасль кинотеатра. Ну, в том числе, потому что появились онлайн-сервисы, вот. Да, и перетянули аудиторию. Да, и если ты не отреагировал, когда ты видел, что уже там появились разные сервисы, то, в общем, все уже. Вот, жди только больших премьер каких-нибудь, когда люди в качестве исключения пойдут. А вы будут? Да, сейчас я Роману отвечу, да, на вопрос, который он задал. Антону, Антону. Ой. Ну, не в случае. Не ваше. Да, простите, пожалуйста, Антон, да. Так, какими методами можно снять сопротивление персонала, когда давить нельзя? Во-первых, еще одно из правил. Люди не сопротивляются тому, в чем сами принимают участие. То есть, если мы не сверху спускаем, а вместе со своими сотрудниками придумываем некое такое будущее, как мы будем развиваться, как мы будем расти, и постоянно модерируем эту работу, начиная от проведения элементарных мозговых штурмов, заканчивая придуманием стратегических сессий. Ну, есть методы. То есть, некая японская технология управления, когда решение начинает формироваться на нижнем уровне, правильно? Да, в том числе решение по реформам, да. Надо главное понимать, что люди сопротивляются всегда. Это нормальная реакция организму. Вот если ты пришел, ты как руководители приходишь и говоришь, ребята, мы будем жить по-другому, а они такие все кричат, ура! Вот это странно. На этом я вас прерву с тем, чтобы люди пришли к вам на мастер-класс и все остальное там услышали. У нас гостяк был Максим Комбат. Батарев Комбат буквально, бывший военный. Максим Комбат. Субтитры сделал DimaTorzok